Девчата, так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно пройти процедурки, нужно здоровье сейчас немножко восстановить. Маленькие пациенты отделения нефрологии больницы Середавина и их мамы делегацию во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым встречают с удивлением. Говорят, не ожидали получить поздравления с Днем знаний в больничных стенах. Самарская область поддержала проект фонда «Круг добра». В регионе созданы команды спортивных амбассадоров, деятелей культуры, которые 1 сентября посетили учреждение здравоохранения Самарской области, где проходит лечение дети с тяжелыми заболеваниями, чтобы поддержать их в трудный жизненный момент, вручить подарки, приуроченные к празднику. В регионе таких учреждений семь. Три из них находятся в Самаре, два в Тольятти, по одному в Сызрани и Новокуйбышевске. В отделении нефрологии проводят операции по пересадке почек. После процедуры дети какое-то время находятся в больнице, проходят лечение, чтобы организм не отверг пересаженную почку. Здесь же проводятся процедуры гемодиализа. Такие отделения в регионе существуют с 1989 года. За это время более сотни детей получили второй шанс на жизнь. Это дети с хронической почечной недостаточно на заместительной почечной терапии, то бишь гемодиализ и перитениальный диализ. У детей в основном врожденная патология. И сейчас ребенок на госпитализации после трансплантации родственной почки от матери. Света учится в пятом классе, любит математику, но пока находится на домашнем обучении. Говорит, с нетерпением ждет, когда снова сможет сесть за парту. Я очень рада, что так началось первое сентября. Тебе нравится учиться? Да, нравится. Хорошо. Как тебе здесь? Хорошо. Конечно, хорошо. Врачи заботливые, замечательные. Мама рядом. Конечно, хорошо. Сейчас процедурки пройдете и за новыми знаниями. Илья первое сентября тоже встречает в больничных стенах. Мальчик учится в четвертом классе, и его любимый предмет – русский язык. Нет, конечно, такого первого сентября мы не ожидали. И не ожидали вообще никого увидеть. Ну, для нас шок. Пока дети находятся в больнице, к ним приходят учителя в лечебном учреждении. Для этого оборудованы учебные классы. Большое внимание в Самарской области уделяется сфере образования. По национальным проектам образования и демографии в городе открываются новые школы, оснащаются учебные классы, ведется ремонт учреждений. Благодаря вовлеченности и при активном содействии главы региона реализуется программа обновления пищеблоков и школьных столовых, реализуются подходы школьного инициативного бюджетирования. Виктория Шаре, События.